Приветствую всех на канале Заметки Ардуинщика. Из этого видео вы узнаете, как эмулировать полноценную USB клавиатуру или мышку, не имея дорогостоящих Arduino плат с аппаратным USB. Я понимаю, что распродажи уже всем порядком поднадоели, однако кто-то мог не успеть закупиться 11.11, а для кого-то Чёрная Пятница уже стала традицией. Так или иначе, подборку интересных железок, инструментов и прочих игрушек для технарей ищите в описании. В этом году служба доставки на удивление живые, так что можете смело заказывать подарки на Новый год. Обычно, когда появляется задача эмулировать USB клавиатуру, мышку или геймпад, в общем так называемое HID устройство, за основу берётся железка с аппаратным USB на борту. В случае с Ардуино, это как правило камушек от Mega 32E4 на платах Leonardo, Micro и ProMicro. Но вот незадача, платы эти и так не славились низкой ценой, а на текущий момент и вовсе вынуждают закладывать шмотки в ломбард. Популярные некогда платки Blue Pill на базе STM32 и имеющие USB сейчас также не актуальны. Да, я в курсе, что существует дешёвая Black Pill, но давайте об этом как-нибудь в другой раз. Так или иначе, текущий ценник на Ардуинке с USB ни в какие рамки не лезет. Ещё есть популярный DigiSpark, который как бы умеет софтовый USB, но имеет мало памяти и доступных пинов. Для Pro-версии ситуация не особо-то лучше. Однако на этом канале мы, как правило, используем Ардуино Nano на 328 от Mega. И я думаю, для многих из вас это тоже основная база для создания проектов. Если DigiSpark использует программную реализацию USB, что мешает нам сделать то же самое, но на нашей любимой Ардуино Nano. Но для начала совсем немного теории. Шина USB сама по себе является очень непростой для понимания. Одна только документация занимает несколько сотен страниц. За универсальность и удобство использования юзером платить приходится разработчику. К счастью, такая задача как софтовый USB на АВРках уже давно решена при помощи библиотеки VUSB. Это очень популярная библиотека, идущая в основе многих проектов, библиотек и устройств. Например, DigiSpark или наш любимый USB-ASP. USB имеет несколько стандартных скоростей передачи данных, из которых АВРка потянет самую низкую, но и это дается ей, скажем честно, с трудом. Одну из библиотек USB-HID устройства написал всем известный Adafruit. Заточена она по большей части под DigiSpark. Опираясь на эту библиотеку, VUSB и Google, я написал собственную либо EasyHID, специально под Ардуино Nano и ей подобных, работающих на частоте 16 МГц. Библиотека доступна по ссылочке в описании. Теперь уделим немного внимания схемотехнике, потому что это важно. Напряжение питания, получаемое нами от шины USB, составляет 5 Вольт. Ноутологические уровни на информационных линиях не должны превышать 3,6 Вольт. Вот такую схему рекомендует VUSB. Напряжение питания тут 5 Вольт, а согласование логики ложится на плечи стабилитронов. Вот этот резистор является управляемой подтяжкой линии Data-. Линия Data-плюс должна быть подключена к аппаратному прерыванию, обычно под номером 0. Вот, собственно, и все требования к библиотеке. Одно прерывание плюс пара обычных пинов и горсть рассыпухи. Эти пины объявлены в файлах библиотеки и будут использоваться во всех примерах. Если схема выглядит слишком громоздкой, можно отказаться от стабилитронов и питать Ардуино от 3 Вольт. Это не очень хорошо, ибо в теории работа на 16 МГц от 3 Вольт может быть нестабильной. Однако у меня все было нормально. В этой схеме используется внешний стабилизатор на 3,3 Вольта. Напряжение подается на пин с надписью 5 Вольт. Стабилизатор не обязан быть внешним, можно поставить его взамен родного. В таком случае питание подаем на пин RAV. Также тут есть обязательные условия. В отсутствии согласования уровней, то есть при питании от 3 Вольт, отключайте софтовый USB при прошивке от Меги, иначе есть вся шанса убить USB порт. Но и это еще не все, ведь стабилизатор можно заменить парой обычных диодов, которые обеспечат падение напряжения до нужных нам 3,6 Вольт. Поступать так не рекомендуется, но чего не сделаешь ради упрощения. Ну и совсем уж минимальная схема исключает еще и пару резисторов. Именно такое подключение использую я, естественно, на свой страх и риск. На этом все, можем приступать к софтовой части. Easy HID имеет несколько классов с уже созданными объектами. Вот они. Объект HID отвечает за системные функции, инициализацию и поддержание USB в рабочем состоянии. Объекты Keyboard и Mouse отвечают, соответственно, за клавиатуру и мышку. Геймпад эмулировать библиотека не умеет. Начнем с объекта HID. Чтобы запустить USB, необходимо, во-первых, вызвать метод Begin, а во-вторых, вызывать метод Tick как минимум раз в 10 миллисекунд. Это несложно, если не писать совсем уж быдлокод. Просто помещаем Tick в Loop. После этого USB устройство уже сможет определиться компьютером. Еще тут есть несколько вспомогательных методов, все они перед вами. Далее объект Mouse, то есть мышка, имеющий метод Move, смещающий курсор на относительное количество пикселей. Метод Press, зажимающий указанную кнопку на мышке, по умолчанию зажимает левую. Метод Release All, отменяющий все предыдущие нажатия. А также метод Click, совмещающий в себе два ранее указанных действия. Клик все так же принимает в качестве аргумента одну из кнопок мыши. Давайте попробуем поперемещать курсор по квадрату, кликая правую кнопку мыши в углах квадрата. Несколько зацикленных перемещений, плюс клик по таймеру на Millis и готово. Заметьте, дилей использовать нельзя, иначе USB может просто отвалиться. Как видите, синтаксис EasyHID очень похож на стандартную либу Ардуино для плац-USB. Сделал так специально для удобства перехода. Теперь давайте научимся эмулировать клавиатуру, ведь это намного интересней. Тут все так же есть пресс, релиз и клик. Но на этот раз пресс и клик могут одновременно нажимать от одной до трех клавиш. Выглядит это вот так. Кстати, список всех доступных клавиш можно найти в файле CodeCase. Плюс они имеют подсветку синтаксиса, о которой Adafruit почему-то вечно забывает. Нажатие на клавиши я рекомендую производить методом клик. Если, конечно, нет задачи создавать залипание клавиш. Теперь немного про печать текста. Я заморочился и подключил сюда класс Print. Так что класс клавиатуры имеет методы Write для печати одного ASCII символа и Print для удобного вывода текстовых данных. Делать полноценную клавиатуру мне чё-то неохота, но пару предложений давайте всё-таки выведем. Ну и это ещё не всё, потому что класс клавиатуры умеет эмулировать мультимедиа клавиши. Вот этого прямо сильно не хватает в стандартной Arduino Libby. Метод называется ClickMultimediaKey. Список аргументов опять же перед вами. PlayPause, NextPreviews, Тише-Громче и всё в этом духе. Предлагаю добавить модуль энкодера и закодить такой себе мультимедиа пульт для управления плеером. Вращение энкодера меняет громкость, клик по нему включает и выключает звук. Кнопка отвечает за PlayPause. Буквально несколько строчек кода и получаем возможность рулить мультимедиа, в буквальном смысле своими руками. Ну и последнее, системные клавиши и метод ClickSystemKey, позволяющий, например, удалённо выключать компьютер. Я уверен, что применение этому найти ещё как можно, подключив свою фантазию. Если заинтересовались, все исходники можно найти по ссылке в описании, мне не жалко. На этом всё, не забывайте подписываться и оценивать видео лайком или дизлайком, пока они ещё есть. С вами был канал Заметки Ардуинщика, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok